Въезд на территорию закрыт, огромные краны без признаков жизни. За ограждением несколько людей в рабочей робе. Так сейчас выглядит самая знаменитая спортивная стройка Петербурга и самая дорогая. Стадион «Зенит-Арена» начали возводить еще в 2007-м. Строительство как-то сразу не заладилось. Меняли подрядчиков, менялись требования FIFA и UEFA. Работы не раз замораживали, срывались сроки. «Арена» обещали сдать в 2008-м, потом в 2010-м, 2011-м и, наконец, этой осенью. Но чудо-стадион в Петербурге так и не появился. Зато проект успел в разы подорожать. Изначальная стоимость спортивной арены чуть больше 6 миллиардов рублей. Каким-то образом выросло до почти 44 миллиардов. Мы подписали соглашение со счетной палатой Санкт-Петербурга. Начнем совместную проверку финансирования строительства футбольного стадиона в городе. Мы хотим проверить, куда уже ушли 16 миллиардов рублей, откуда взялась баснословная цена стадиона. Удивительно, но как только глава счетной палаты заявил, что намерен провести тщательную проверку расходования денег стадиона, другой глава комитета по строительству правительства Петербурга Вячеслав Семененко в этот же день ушел в отставку. Хотя он напрямую вроде бы и не занимался строительством арены. Тактика, которая была принята вместе с Семененко по этому стадиону, она была неверная. Надо было заключать контракт на все строительство, заключать на весь цикл строительных работ, а не отдавать стадион как лоскутное одеяло, делить его на какие-то части и пытаться его составить из этих лоскутных кусочков целое сооружение. Это невозможно. Надо было находить подрядчик, который брался бы за строительство стадиона целиком. Питерский стадион «Зенита-арена» задумывали как самое продвинутое спортивное сооружение. Футбольное поле площадью почти 10 тысяч квадратных метров, 8 этажей, вместимость до 70 тысяч болельщиков. Все исключительно по последнему слову техники. Известный лондонский Уэмбли и рядом не стоит с проектом питерской арены. Когда все же этот стадион сдадут в эксплуатацию, сейчас не берутся предсказать даже самые опытные эксперты. Очевидно, одно скоро зима, и это время года совсем не сезон для активного строительства. А весной не исключено, что сюда придет новый подрядчик, появятся новые требования и даже, возможно, новые сметы. Но глядя на состояние этой футбольной арены сейчас, понятно, что сами спортсмены здесь появятся еще не скоро. Валерия Лехина, Михаил Холкин, РНТВ, Петербург.